Придется нам с вами перенестись в более суровую повседневность послевоенную. Мне сразу пришла в голову мысль именно об этой дате, потому что я работаю с источниками, с воспоминаниями, скажем так, среднестатистических советских граждан, врачей, сельских учителей. И вот в этих воспоминаниях мне встречались достаточно яркие такие эпизоды именно о отмене карточек и о реформе, денежной реформе, которую можно представить на самом деле 3 дня. Можно было выбрать на самом деле и 14 декабря, 15 декабря и 16 декабря. 14 декабря по радио наконец-таки объявили о том, что отменят карточки и о том, что произойдет денежная реформа. То есть деньги будут меняться на 10 к 1. То есть если у вас 100 рублей, то у вас останется 10 рублей. Если у вас 10 рублей в кармане, то у вас останется 1 рубль. 15 декабря – это день, когда еще старые деньги действовали, а 16 декабря это постановление должно было вступить в силу. Конечно же, сама тема денежной реформы и денежных реформ очень хорошо освещена историками. Довольно большой пласт и архивных материалов, и более-менее опубликованных. Но в своем докладе я попробую показать как раз то измерение, которое никогда не становится главной темой книги. Оно всегда, по крайней мере, в исторических исследованиях, речь идет о настроениях. То есть это с точки зрения, история с точки зрения государства. Ну а что там люди чувствовали, что там поддерживали или сопротивлялись, какие были волнения. Но вот здесь я увидела две актуальности. Почему две? Потому что я взяла дневники записи с проекта «Прожито», и там достаточное количество записей оказалось на этот период с ноября по январь. Ну и, конечно, большое количество записей дневниковых 16 непосредственно в декабре абсолютно разных людей, разного бэкграунда, культурного. Это и врачи, и интеллигенции, и горожане, и сельская интеллигенция, и рабочие. И совсем другая актуальность и злободневность, которая встречается у меня в воспоминаниях. То есть вот в моих воспоминаниях позже попытаюсь охарактеризовать их более четко. Но в них, например, очень мало политики на самом деле. Но вот эта дата у них всплывает. То есть мы встречаем это событие как в, скажем так, в самом времени, так и уже в памяти, в социальной или в культурной памяти. Чтобы понимать значимость этого события для советских людей, нужно понимать, что такое хлеб и что такое еда. То есть в первую очередь отмена карточек касалась, конечно, и ожидалась именно с точки зрения, в первую очередь, хлеба. И вот уже вся советская история связана с тем, что нужно было делить хлеб. И, по-моему, вот эта вот цитата о том, что, по-моему, хлеб нужно делить всегда, вот это какая-то такая метафора довольно долгого состояния советского общества, как такой через полосицы голода и недоедания. Как я уже упоминала, что постановление было опубликовано по радио и несколько раз, довольно длинное, где говорилось о том, на каких условиях пройдет денежная реформа, где обещали небольшое снижение цен, ну, в основном на хлеб. И там была такая симптоматичная фраза о том, что это будет последняя жертва. Упоминалось, что жертвует больше государство, чем люди, но вот все, даже если мы и жертвуем, то это последнее. Вот дальше, конечно же, начнется хорошая жизнь. Ну, вот уже перейду непосредственно к источникам. Вот на электронном корпусе Прожита я нашла, вот с 1 ноября мне удалось обнаружить первую запись, до 31 января 1948 года последнюю запись. Вот 41 запись о карточках и о денежной реформе. Карточки, вот как раз это самое очевидное слово, по которому все эти записи находятся. Единственное еще одно значение — это фотокарточка. Очень актуально звучит в то время. И тут видна динамика, но на самом деле суть не в количественной динамике, а суть на самом деле интересно проследить динамику как раз эмоций, чувства и ожиданий. Если вот мы видим, что 3 ноября Александр Дмитриев, рабочий с Перми, все еще просто отражает запись о том, что мы чувствуем, что вот хотелось бы, чтобы карточки отменили, ну вот как международное положение. А вот уже 28 ноября слухи становятся более конкретными, и это повторяется во многих записях о том, что вот отменят, наконец, карточки. 5 декабря мы здесь видим еще одну цитату того же рабочего, в которой говорит уже вот слухи становятся все увереннее, но люди еще не верят в том, что все случится, но уже появляются свидетельства паники и ожиданий того, что же будет. То есть постоянно происходят разговоры. Вот еще один эпизод Нина Покровская, юрист, она записывает эпизод из поезда, где люди обсуждают эту московскую реформу. Вот 15 декабря мы видим, да, сельская учительница тоже говорит. Но суть в чем была паники? Потому что все понимали, что деньги обесценятся, и бросились покупать, скупать все, что возможно, отдавать долги, платить коммунальные платежи. И здесь мы видим, что слухи распространяются очень быстро. И вот слухи — это канал распространения информации, который управляет в том числе и действиями людей. Чем ближе человек к власти, чем он чуть больше знает, тем он как бы может попытаться предотвратить свой убыток. Потому что одним из условий обмена денег желательно было их иметь на сберкнижке. Потому что если деньги были на руках, то их меняли, как я уже сказала, 1 к 10. Но если деньги были на сберкнижке хранились, то до 3 тысяч можно было обменять одинаковым курсом. Естественно, люди, у которых была информация, пытались заранее как-то положить деньги на сберкнижку или её поменять, или их разменять, убрать крупную сумму и разбить на маленькие суммы. Естественно, у крупных чиновников информации было больше, и они тоже этим пользовались вовсю. И 16-го, 16-го декабря — это вот именно тот самый радостный день. Если 15-го декабря — это ещё такое напряжение, то 16-го декабря, несмотря как бы на грабительский такой характер реформы, все пишут про радость. И даже те люди, которым, авторы дневников, которым не свойственно писать о, скажем так, земных вещах, они всё равно упоминают об этой реформе. И такой образ, который возникает, — это люди, которые гуляют по улицам, несут хлеб и мечтают о том, что жизнь станет лучше, но всё-таки немножко в этом сомневаются. И тут вот цитаты тоже довольно показательные. Но всё-таки хорошо, ещё раз хорошо, что нет карточек, и мы теперь не будем бояться, что вдруг мы потеряли карточку. Но вот несмотря на это, мы видим, что здесь одновременно, мы видим, что люди теряют деньги, теряют накопленное. Ну и напоследок тоже ещё одну цитату. Она очень характерная, потому что передаёт тоже вот этот подъём, вот как это так, неужели, невероятно. Вот ещё два назад мы были голодные, а вот сегодня мы уже сытые. И вот не верится, что можно есть хлеб. И вот этот образ хлеба на тарелке, он повторился и в индивидуальных, то есть в памяти, в индивидуальных воспоминаниях. И как интересно, повторяется и разделение, память как бы расщепляется, вот про шизофрению говорили. Отдельно помнится денежная реформа как несправедливая, и отдельно воспринимается день отмены карточек, вот как счастливый день Крючкова Пелагея Ивановна, герой социалистического труда, почётный член, почётный житель города Клина. В своих она написала свои воспоминания 80 лет, и вот она вспоминает, что вот когда она была студенткой в это время, и вот у неё 160 рублей у неё превратились в 16, и она очень плакала по этому поводу. И совершенно как отдельное воспоминание у неё идёт о том, что вот в 1948 году вроде бы были отменены карточки, и вот как они наелись, как она со своими подругами наелась хлеба вдоволь. Сначала они ели его с сахаром, потом они просто уже без соли повидло ели. То есть вот это сохранилось. Притом это же всё-таки текст не устной истории, то есть специально про эту реформу её никто не спрашивал. Она сама про это написала как памятное событие её жизни. Также здесь, может быть, здесь, конечно, воспоминания не о себе, но вот Ольга Кныш в своих рассказах, книге устных рассказов о жизни белорусской деревни, она приводит достаточно такую показательную историю, которую можно обозначить как солёную историю, как какая-то бабка в деревне, скупила то ли один, то ли два мешка по 50 килограмм, спрятала их в хлеве, и они потом упали на корову, которая стояла, значит, в стойле под чердаком. Но это, наверное, тоже из серии уже фольклорных историй. Ну и если подытожить, то ещё раз хотелось бы отметить, что роль слухов, во-первых, в распространении, скажем, и в развитии событий, а во-вторых, такую вот актуальность, которая прослеживается как в дневниковых документах, так и в воспоминаниях. Ну, на этом, я думаю, я могу закончить. Ага. Нарина, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то всё-таки отдельный сюжет о злоупотреблениях, да, то есть как бы о спекулянтах, о тех, кто воспользовался этой ситуацией? То есть вот, если мы говорили про, ну, как бы такую тревогу переживаний её, да, но ведь очевидным образом должна была как-то нарративизироваться история про тех, кто получил от этого выгоду, да? Есть, конечно. Эту тему вот есть статья, я могу поделиться. Как раз злоупотребление, она написана на основе как раз уже судов, которые прошли после. Да, действительно, вот я чуть-чуть упоминала. Даже сам Берия, это потом было уже, когда вот его осудили, один из пунктов его обвинения, то, что он своим, значит, друзьям поручил его деньги снять и разбить на маленькие кусочки и поместить, соответственно, на сберкнижку, чтобы потом получить. Скупали вино, скупали пианино, то есть есть сведения, допустим, в магазине было 10, пианино покупали раз в месяц, и за вот эту неделю скупили все музыкальные инструменты, даже там баяны, которые вообще никому никогда не нужны были, их не покупали. То есть люди покупали все, что им нужно и не нужно, лишь бы избавиться от этих денег. И еще отдельная история с вином была. Опять же, здесь нужно обратиться к экономистам-историкам, но с вином тоже было очень много спекуляций, пытались покупать вино, думая, что потом они смогут его продавать дороже. Но вот с вином как-то не случилось, не выросло потом в цене. Спасибо еще, коллеги. Мне, в принципе, показалось, что очень интересно это действительно наблюдение о вот таком раздвоении памяти, когда события, происходящие в один и тот же день, вспоминаются абсолютно в разном регистре, как бы по-разному, хотя и рядом. Это действительно какая-то такая вот шизофрения. Вот мы теперь после доклада о психиатрии все время как-то хочется употребить эти слова. Хочется, но не надо. Не будем, не будем. Уточняющий вопрос. Вот в этой как раз связи, да, там вот одна из муаристок, респонденток говорила о том, что как будто бы уже была денежная реформа, а карточки еще не отменили, когда вот они хлеб покупали вчетвером, да, и потом продавали на черном рынке. Я не так поняла. Вы могли бы... Да, вот у нее действительно идет как бы раздельное какое-то вспоминание, отдельно она вспоминает. Ну, кто знает, что там было на самом деле в ее жизни. Но плюс еще есть такой момент. Нормирование хлеба, ну, я думаю, что может быть это непонятно, нормирование хлеба, оно осталось. Все равно человек, который покупает хлеб, он не может купить больше той нормы, которая положена в этом регионе. Карточка ограничивала количество лиц, которым можно было купить. и она привязывала, например, к магазину. То есть только в этом магазине можно отоварить твою карточку. Поэтому здесь было много бюрократических проблем, а само понятие нормы не исчезло, к сожалению, но уже чуть больше можно было купить. Я к тому, что, возможно, она вспоминает просто про эту норму и пытается объяснить. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok